Ренатом! 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 Дорогие друзья, я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас за то, что сегодня вы здесь. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что несмотря на то, что сегодня рабочий день, несмотря на то, что очень многие заняты своей трудовой деятельностью на тех же полях, сегодня вы приехали для того, чтобы донести правду до каждого уголка Республики Молдова. Вы знаете, в политике, в жизни может быть очень много версий, могут быть разные позиции, но самое главное, это принцип моей жизни, что правда она одна и правда всегда восторжествует. Сегодня, когда бандитский режим Плохотнюка, всем вам известен весь тот беспредел, который он творил и творит сегодня. В судебной системе. Под крышей Плохотнюка отмывались миллиарды долларов. Под крышей Плохотнюка украли миллиард из Молдовы. Под крышей Плохотнюка Молдова превратилась в захваченное государство. Кто такой Плохотнюк, знает более 90% граждан страны. Но, когда рядом с Плохотнюком появляется Игорь Дадон, человек, который в принципе всегда был человеком Плохотнюка, но перед вторым туром президентских выборов, здесь, в этом месте, в Москве, в присутствии моих коллег, Дадон обещал, что сразу после того, как он станет президентом, он кинет Плохотнюка, и мы покончим с режимом Плохотнюка в течение двух-трех месяцев. Сегодня Дадон, вместо того, чтобы добиться досрочных парламентских выборов, в результате которых мы могли бы создать коалицию, могли бы иметь большинство, могли бы иметь конституционное большинство с другими партиями против Плохотнюка, которые сегодня воюют. Сегодня Дадон отказывается от этой победы, он предлагает смешанную систему, он предлагает то, о чем я кричу уже полгода, что главная задача Плохотнюка – добиться смешанной системы. То, что произошло в Гагаузии, как сказал Николай Ципович, на выборах в Народное собрание Гагаузии, вы посмотрите, как красиво обманули весь гагаузский народ. Они все были либо независимыми, а часть из них даже была социалистами. Где они сегодня? Сегодня они все у Плохотнюка. Сегодня на примере Гагаузии, Плохотнюк Гагаузии решил посмотреть, как можно в регионе, где живут 98% граждан, которые являются пророссийскими, как сегодня преступник Плохотнюк, который голосовал за гей-парад и за прочий беспредел, значит, как сегодня он может этот регион покорить? Он показал это на местных выборах. Я прошу вас всех, проинформируйте всех граждан страны. С каждым днем наша партия будет активнее и активнее проводить акции в разных регионах страны. Я хочу, чтобы сегодня вся страна узнала, что Дадон сегодня является новой куклой Плохотнюка. Это временная кукла. Так же, как и другие политики, которые обслуживали его интересы. Дадон четко понимает, что все те, кто сотрудничали с Плохотнюком, они были им же уничтожены. Но сегодня для Дадона важны фотосессии. Он стал президентом не для того, чтобы побороть режим Плохотнюка, он стал президентом для того, чтобы фотографироваться раз в два месяца в Москве, для того, чтобы сегодня жить в Кондрице. Нам нужен был президент, который избавит страну от преступного режима. Нет, он сначала с Плохотнюком договорился весной 2016 года, когда поменяли возраст президента. Вы все помните эту ситуацию? Если бы я пришел к власти Плохотнюка, Плохотюк бы сидел на КПЗ в течение трех суток. А в первые сутки были бы арестованы 300-400 человек из его окружения по всей стране. Поэтому сегодня они боятся больше всего нас, они боятся нашу партию. Потому что понимают, что мы не ходим со сказками про Причип и Володь. Я говорил на протесте в прошлом году в присутствии десятков тысяч людей. Если надо, я пожертвую своей жизнью. Но я уничтожу режим Плохотнюка и все, что связано с этим негодяем в Республике Молдова. А все те политики, которые обслуживают Плохотнюка, уйдут вслед за ними или будут сидеть вместе с ним на нарах. Я поддерживаю некоторые вещи. Но сегодня то, что делает Дадон, я сам боролся за то, чтобы улучшить жизнь мигранта. Он встретился с президентом. Он решил частично эту проблему. Мы вместе снимали эмбарго разных компаний, чтобы молдавские компании могли экспортировать в Россию. Я поддержу любую нормальную инициативу. Я поддерживаю инициативу, что сегодня Молдова должна быть наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Но сегодня нельзя прикрываться дружбой с Россией, а в это время сидеть в трусах у Плохотнюка под одеяло и дурить всю страну и делать всю страну идиотами. Поэтому мы идем вперед. Сегодня, когда ситуация зашла до маразма, вы все видели, что в трусах у Плохотнюка были разные политики. Был Лянка, Гимпу и многие другие. Но сегодня, когда в эти же трусы, где и так тесно залез Додон, это просто меня убило. Поэтому сегодня жёст Плохотнюк, долой режим, долой танцем Додона с Плохотнюка. Мы должны поднять всю страну, мы должны показать, что в Гагаузии сегодня нельзя обмануть всю Гагаузию, используя сегодня российские флаги. Я сам являюсь с 92-го года гражданином Российской Федерации. Все знают, что я живу в Москве, прожил очень много лет, у меня бизнес. Сегодня я за развитие отношений с Российской Федерацией. Но нельзя, прикрываясь развитием отношений, сегодня предавать целую страну. Сегодня среди вас есть очень много людей, которые вкладывают душу, которые вкладывают все свои силы. Кто-то занимается встречами с людьми, кто-то раздаёт газеты, кто-то из вас раздаёт листовки. Я хочу поблагодарить всех вас от всего сердца, что вы не бросили наше дело, потому что сегодня на нас возложена огромная миссия. На нас стоит сегодня, над нами сегодня нависла угроза тандемов Плохотнюка-Додона. И эти тучи беспредела можем остановить только мы с вами. Сегодня многие люди струсили. Некоторых наших активистов запугали. Кому-то угрожают родителями, семьями. Плохотюк сегодня с его людьми идут на всё. Есть некоторые, которые продаются за деньги. Есть некоторые, которые, когда им нужна была наша партия, они стали мэрами городов. Сегодня эти мэры городов куда-то исчезли. Сегодня как я могу идти в войну, как я могу идти на разведку сегодня с некоторыми людьми, которых я сегодня даже уже больше никогда в жизни не возьму на рыбалку. Сегодня отказался в акции в Гагаузи участвовать примар города Камраль Сергей Анастасов, который без нас не стал бы примаром. Также нет сегодня господина Топал, примара Чедерлунги. Сегодня один единственный мэр, Виктор Петриоглаз, конечно, находится в командировке. Мы поднимем вопрос на национальном совете партии. Я благодарю всех активистов Гагаузи и всего юга Молдавии за вашу поддержку. Но вот эти мэры, которые чуть-чуть с усатым днем, ночью с Курканом, а послезавтра проснется с Плохотнюком. Мы прогоним, чертовы матери, абсолютно всех предателей. Я останусь сегодня с людьми Гагаузи. У меня нет обязательств перед примарами. У меня есть обязательства перед всеми гражданами страны. Перед гулкоежными Чедерлонгами, Петцами и всеми населенными пунктами Молдовы. А когда кто-то хочет прийти в власть за счет кого-то, а потом считает, что можно дружить с режимом, можно вложиться под власть, такого у нас не будет. Я готов остаться абсолютно без всех, но я никогда... Мне важно, чтобы со мной остался народ Молдовы вне зависимости от национальности. Я вас всех люблю. Молдова многонациональная страна. Жёст Плохотнюк, жёст диктатура. Давай режим Додона Плохотнюка. Мы идем вперед, мы обязательно победим. Победа будет за нами. Спасибо. Ренату. 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 Р Поэтому доведите информацию до всех на юге. Я говорил, что мы поддержим любой протест против режима Плохотнюка. Если соберется гражданское общество. Все трусы пусть сидят дома. Все нормальные люди, которые выйдут. Мы сметем режим Плохотнюка и потом за Плохотнюком уйдут, поверьте, и все остальные. Сегодня я вас прошу, все у кого есть возможность, когда приезжает на дом Кагаузю, побрызгайте его агязмой. Потому что Плохотнюк его побрызгал непонятно чем. Побрызгайте его. Пусть отведите его каким-то экстрасенсам, каким-то гадалкам. Может ему что-то подложили в виду и он кроме Плохотнюка уже никого не видит. Понимаете? Накормили его чем-то, напоили. Сегодня все выходим 11 июня. 11 июня встречаемся в Кишиневе. Я знаю, как сегодня режим пытается уничтожить меня, в том числе в Москве. Они готовят новые провокации в Москве. Мы со всеми справимся. Когда я увижу, что молдавское общество объединилось, я увижу, что мы вместе, но целая страна, поверьте, я приземлюсь и на парашюте, как я говорил, и пусть сидит Кавкалюк и прочие вместе сделают, что хотят. Потому что не важно сегодня, что были все вы, и вся, как можно больше людей в стране объединилась для того, чтобы свергли этих негодяев. Не слушайте телеканалы Плохотнюка. Они сегодня обвиняют кого-то румынам, кого-то русским экстремистам. Сегодня все нормальные люди объединяются. Русские гагаузы, молдаване, болгары, украинцы. Все объединяются против преступного режима Плохотнюка. Я вас люблю. Спасибо огромное за то, что сегодня вы здесь. Завтра мы перемещаемся в Бельце. Вместе мы разбудим все районы страны и выходим в Кишинёв. Делаем один единственный удар и кончаем с этими негодяями. Я вас люблю. Пока. И я буду вместе с вами в Кишинёв. Победа! 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 Победа!